Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировский бизнес может открыть предприятие в Иране. Такая возможность обсуждалась во время визита представителей ряда кировских компаний в эту страну. В бизнес-миссии участвовали ООО «Русэкспорт», «Вэкодом» и «Бирчгрув». Они производят пиломатериалы, шпон и деревянные дома. По информации областного правительства, достигнута договоренность о поставках пиломатериалов в Иран, а также о строительстве первого деревянного дома – выставочного экземпляра в коттеджном поселке в провинции Мазандеран. Также рассматривается возможность создания совместного предприятия в особой экономической зоне порта Ноушехр. Иран – один из основных рынков сбыта продукции деревообработки для предприятий Кировской области. За 9 месяцев отгружена продукцией более чем на 5 миллионов долларов США. КСП проверит работу Победилова и индустриальных парков. Они включены в план работы ревизоров на 2018 год. К марту палаты проверят использование бюджетных средств на строительство детского космического центра в Кирове. Проверка пройдет совместно с Управлением федерального казначейства и прокуратурой. В июне будут известны результаты проверки результативности поддержки моногородов. Здесь работа будет вестись совместно со счетной палатой России. В августе завершится проверка использования бюджетных средств на создание и функционирование промышленных и индустриальных парков. А в конце года контрольное ведомство изучит работу аэропорта Победилова. К другим новостям. 240 миллионов заработала область на госимуществе. Об этом рассказал министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артем Сурженко. Он отчитался о выполнении планов по доходам от управления госимуществом. В прошлом году он составлял 112 миллионов 400 тысяч рублей. Фактически доходы получены в размере 114 миллионов 900 тысяч. План даже немножко перевыполнен. На 2017 год показатель составлял 246 миллионов 400 тысяч. По состоянию на сегодня получено 241 миллион 200 тысяч. Год еще не закончился, объявлено несколько торгов. То есть вполне вероятно мы выполним план. По словам Сурженко, большая часть доходов 74% это чистая прибыль, приносимая госпредприятиями. 9% суммы принесла продажа имущества, 5% дивиденды. По 4% приходится на аренду областной земли, имущество казны и казенных учреждений. Ростех поддержит Сосновский судостроительный завод. Финансовая поддержка заводу оказывается по линии дочерних структур корпорации. Компания РТ Капитал и Новикомбанка. Средства позволят предприятию погасить долги и продолжить выполнение текущих заказов. На средства первого транша 20 миллионов рублей достроено и спущено на воду первое судно для компании Росморпорт. Еще два судна должны быть построены до октября следующего года. Реализация программы помощи позволит заводу нарастить выручку, обеспечить загрузку производственных мощностей и улучшить свои операционные возможности. Самые популярные франшизы в сфере здоровья и детства об этом рассказала эксперт из Перми Юлия Богушевская, которая выступала на форме франчайзинг для малого бизнеса в Кирове. По ее словам, которые приводит издание «Навигатор», забота о здоровье – популярный тренд, поэтому открывается много фитнес-клубов, бассейнов, хорошо продается спортивная одежда, спортивное и здоровое питание. В сфере детства тоже много различных направлений, популярных у предпринимателей и востребованных – это продажи детских товаров, медицины и досуг. Еще одним перспективным направлением эксперт назвала частные дома престарелых и клубы для пожилых. Программа «Эхономика». Коротко несколько цифр. 900 миллионов долларов составил объем внешней торговли Кировской области с начала года. Он вырос на четверть по сравнению с 2016. Один миллиард рублей перечислила Горьковская железная дорога в кировский бюджет с начала года. Один миллиард триста миллионов рублей собрали с кировчан судебные приставы. Завершение валютах. Доллар на сегодня 58 рублей 71 копейка. Курс евро 69.40. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика». 101 АФМ.